отцветают уже пионы я хочу сохранить эту красоту на зиму надо все-таки написать картину с пионами я раньше не решалась пионы писать не мне казались супер сложными ну вот надо насмотреться насмотреться буду смотреть зимой это видео и писать пионы я вообще мечтала заняться живописью именно из-за пионов когда-то увидела в кабинете стоматолога ему подарили картину с пионами именно меня так поразило что вот ну просто я даже не мечтала когда-то суметь написать а потом оказалось что живопись это прекрасно это легко просто когда хочешь когда есть настроение и вот теперь ну вот до пионов я не дошла уже с 14 года пишу картины все писала все писала кроме пионов так что надо обязательно обязательно мне запомнить вот и там еще сейчас пойду к белым белые тоже заканчивают и задумал мне еще осталось пару пиончиков я их сняла и сегодня вечером тоже эти уже сниму и высуши лепестки для чая и для ванн будет успокоительные такие зимние вечера у меня с пионами вот они красавчики два тут осталось остальные я уже срезала для улечки и гали день рождения а вот такие красоту ли вот но они еще крепенькие они позже всех зацвели потому что это теневая сторона сада тут позже всех они зацвели и еще держатся тут еще даже ирисы держатся они позже зацвели позже всех в общем радует сад в этом году просто просто душа отдыхает саду конечно поработала им тут хорошенечко но это стоило стоило того он еще и желтый как я мечтала о лесе ирисов вот пожалуйста эти желтые уже цветут почти месяц не знала что ирисы так могут долго цвести мы их в прошлом году просто собирали на варенье я вычитала узнала что это очень целебный цветок и мы вот так вот брали лепестки муж ходил я болела очень лежала в доме не выходила прям из дому а муж собирал по моей просьбе я их так вот по лепесточку разбирала присыпала сахаром и складывала холодильник когда они пускали сок я их разминала миксером блендером прям разбивала вместе с сахаром и чуть-чуть проваривала доводила так до кипения чуть-чуть и закрывала в банке получил получилось очень интересное пикантное варенье и очень целебное оказалось она особенно для дыхательных путей для уха горла носа и очень-очень пикантное друзей угощала так один один товарищ прям сразу баночку съел и у него насморк и горло перестало болеть вот такие ирисы волшебные у нас и и вот белый последний пион остался вчера был еще так пол бутон остался один надо его со всех сторон заснять то и потом буду видео останавливать называется остановись в мгновение и писать картины в разных в разных вот так вот буду писать белые белые пионы но один остался сегодня вечером его сниму уже тоже высушили лепестки а эти розочки уже почти раскрылись красоту не мои так эти розочки уже тоже почти манюсенькие красотусенькие и белые уже раскрываются розочки белые пионы закончились почти а белые розы только начинаются так и там еще у меня желтые на подходе как я люблю всякие розы белые желтые красные оранжи вот бордовые что-то они мне жизни вот не до души молодости все мужчины дарили мне бордовые розы я их выносила сразу на помойку а сейчас получилось меня на рынке обманули я просила белые они ряд белая белая выросли бордовые оказались что они тоже розы все равно розы шикарные сейчас покажу они у меня уже тоже начинают свистеть вот такие будут бордовые розочки темно 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 цвет такой у них очень темный вот почему-то они мне были не до души но сейчас вот выросли три три огромных куста вот тоже будет бордовая но она очень высокая для срезки такая высокая растет видите вот очень высокий в нее ножка высокая и один цветок вверху еще вот тоже кустик с бордовыми он еще много-много вырастет таких высоких-высоких шикарных бордовых роз так что любителям засниму когда они полностью распустятся а он оранжевые мои любимые розочки полностью уже раскрылись какая красота с какого ракурса не возьми какое освещение не дай она смотреться невозможно и она будет цвести до заморозков уже жизнь показала что она очень оказалась устойчивая а я ее привезла черенком из Херсонской области мы там отдыхали с Настей в каком семнадцатом году я попросила там одного слесаря в доме отдыха что-то он мне улыбался улыбался я его попросила нарезать черенков потому что там по ходу на море к морю мы шли через парк и в парке цвели эти розы как они мне понравились я попросила этого слесаря нарезать мне черенков у меня не было секатора он принес секатор мы нарезали черенков и вот я их привезла и укоренилась такая шикарная роза память о железном порту в Херсонской области на море мы были такая память шикарная осталась так и сегодня уже 30 июня и вот такая роза интерес вчера был 51 бутон сколько сейчас соберу посчитаю и запомним но она в прошлом году цвела меньше но два раза залито поэтому я надеюсь что вот это она сейчас отцветет и еще пойдет вторая серия потому что вот она опустила такие паханы они наверное дадут уже осенью нам бутоны вот такие я их специально обрезала верхушки срезала чтобы она из из под каждого листочка вот она даст ростки уже соцветиями вот вот эти вот ветки дают надежду на второе цветение сейчас соберу и вот тоже веточки на второе цветение а эти все которые заканчиваются вот смотрите я эти уже срезала последний цветок срежу и срежу эту веточку с уже с опустевшим соцветием вот так вот полностью под корень чтобы она на втором цветении дальше пошла еще давать там бутончики надо будет обязательно так вот я отломлю эту веточку отрежу тогда она будет еще раз цвести и очень рясно и так сегодняшний урожай еще черенков набрала вот черенки о которых я говорила вот сверху были розочки да вот они я эти сейчас удалю вот эти вот отросточки череночек вот этот листочек удалю а череночек посажу в детский сад там у меня с песочком под лутросилом я воткну и как в прошлом году я надеюсь они приживутся я себе еще увеличу розовый сад розовый рай вот столько у меня черенков получилось я сейчас обрежу сейчас одну руку неудобно показывать вот вот так вот положу вот эти от роз вот эти вот штурпаки отрежу нижний листочек срежу вот этот укорочу просто листочек а здесь делаю косой срез здесь сделаю косой срез и воткну землю с песочком под лутросил и пусть стоят в прошлом году вот так воткнула и оказалось что они все прижились и еще дали мне по бутону роз я раньше снимала на днях я снимала какие были бутоны сейчас покажу росточки вот такой у меня детский садик я убрала лутросил зимой было все под под лутросилом а сейчас я под лутросил только посадила вот черенок клематиса вот корешок под лутросилом чтобы не пересыхал клематис любит чтобы у него ноги были в темноте и во влаге и вот он живой уже сколько почти месяц сидит листочки живые это у меня павловния возродилась они все замерзли зимой вот был такой штурпачок сухой а потом из-под корня пошли опять росточки даже две растут не знаю не буду резать что вырастет залито посмотрим говорят залито она вырастает на три три с половиной метров это самое быстрорастущее дерево сейчас очень модно его выращивают и наде и на древесину выращивают и просто как декоративная она очень красиво цветет представьте как кисть из колокольчиков светло-сиреневых огромная кисть ну размером с двух литровый трех литровый кувшин такая удлиненная кисть огромная посмотрите в интернете кому интересно павловня как цветет а вот мои череночки прошлогодние которые я вам показывала сейчас я срезала я также сделала в прошлом году вот срезала и воткнула их рядышком так уже три были цветущих вот я срезала эти срезала был цветочек и тут был цветочек так и тут был цветочек а этот еще собирается только зацвести но я их сегодня хочу вход все были с цветочками удивительно хочу сегодня их уже пересадить на постоянное место жительства под забор там солнечная сторона у меня забор пустой некрасивый облезла и вот надо его будет украсить вот тот забор который с той стороны деревянный забор здесь я посадила в прошлом году черенок вот он идет что-то тут было слабенько он сидел сидела сейчас пошел я его одобрила вчера и он еще в этом году может даже вот сейчас пойдет пойдет россии даст мне цветочки и потом под тем забором хочу рассадить а то там у меня сейчас такая пустая территория бурьян только растет вот это огромная роза и посажу вот под этим забором здесь много пустого места что-то я ничего не тут не успела ничего не успела высадить вот под этим забором я вот так вот вдоль на расстоянии высажу череночки нашла еще один одиноко стоящий пиончик со всех ракурсов надо его заснять чтобы потом нарисовать букет написать картину буду потом говорить зимой остановись мгновение да и забыла самое главное сказать про череночки то я рассказала а про бутончики 47 сегодня 47 пошло на были уже вчера было 51 сегодня 47 но это я получается я с 20 числа с 20 июня собираю вот начала 20 с двух потом самое больше было 73 но сегодня 47 я считаю интересно сколько получится в результате ну уже и наливочку сделала и насушила сейчас еще хочу вот эти наверно перетру с сахаром блендером перебью и в морозилку заложу маленькими порциями чтобы потом зимой доставать и в чай или просто так рассасывать кушать очень получится целебная штучка получается что если свежий с сахаром перетереть потом берешь ложечку в рот и аж не имеет язык и небо не имеет и холодит там очень много таких веществ обезболивающих анальгетиков так что заготовки 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 в этом году у нас только начались уже мяту собрала много мяты еще сейчас пойду собирать и холодная и мелиса дикая есть саду мы же когда приехали вот этот сад был не сад а был пустырь с камнями и с глиной и все ну как строители оставили нам так теперь сад вот такой еще издалека покажу вид напомню себе на зиму какой был вид летом шикарный а в пруду уж живет сантиметров 70 мы его уже несколько раз там видели